привет дорогие друзья с вами как всегда владимир и сегодняшнее видео как я обещал посвящу вашим комментариям спасибо вам большое за активность и ваше мнение и всякие истории которые мне присылайте приятно понимать что у меня такие классные люди подписаны на мой канал пишет ночной волк владимир благодарю за труды благодаря эффекту манделлы тоже пришел к тому что сейчас хлестнули реальности в один поток зачем другой вопрос также в 90-е был маленьким автофанатом и ко всему прочему по наследственной художником ну ночной волк очень похож на меня у меня такие же склонности и такие же были увлечения в детстве так вот был такой журнальчик в ссср автомир там был разворот со всей автогеральдикой рисовал все эти значки лично поэтому помню и разделение volkswagen и стрелку на вольво и хвостик на форде но то что джексон отбеливал кожу тоже помню это был такой хайп того времени короче либо схлопывают мир и в один либо перепрошивает отдельные локации коллайдер устройство вода судя по всему готовит нам сюрпризы помощнее спасибо ночной волк но как я сказал я тоже был фанатом автомобилей и это разделение букв я не помню в этом-то вся и фишка до журнал называется авто мир один из моих любимых также тогда был очень пулярен клаксон и конечно за рулем там тоже была посвящена целая статья автогеральдики спорить здесь я думаю бесполезно ибо у нас была разная реальность а как вы понимаете или не понимаете все реальность не вокруг нас не внешняя среда которая нас окружает которую мы видим в книгах журналах она находится в нашей голове насчет коллайдера я еще поговорю какие частоты принимаем и от этого и зависит какой реальности мы находимся понимаете миллионы людей не могут об этом просто так говорить и что-то вспоминать и тем более есть вещи и посерьезнее вспомним фильм звездные войны и выражение которое там говорил главный герой с этим фильмом связано аж два момента первые наиболее известны эта фраза дарта вейдеров в которой он признается люку что он его отец как она звучит люк я твой отец ничего подобного во всех версиях фильма даже вырезанных сценах она звучит но у они фазы никакого люка там нет и никогда не было при этом множество людей утверждает что фраза звучала по другому все фанаты этого замечательного фильма это увидели и не просто какие-то любители фантастики настоящие фанатики собирающие всякие предметы комиксы старые кассеты и со всеми частями фильма которые они бережно хранили и когда при очередном просмотре один из фанатов увидел это он был конечно просто в шоке потому что фраза звучала раньше совсем по-другому второй момент это внешний вид робота с 2 по или как я уж не помню это серебряная нога у него откуда она взялась люди утверждают что робот всегда был полностью золотистым не желает не помните если бы это было не так они бы определенно заметили это бросающийся в глаза момент потому что робот этот золотой робот один из центральных персонажей этого замечательного потрясающего фильма как нам не хватает той фантастики этого уровня так вот это уже другая тема sky net 3 пишет кто из реальности ну и рожа у тебя шарапов 57 человек поставили палец вверх этому комментарию в том числе и я я надеюсь в комментарии этот комментарий не нуждается вот так дело в том что у меня в одном из видео посвященных эффекту манделы есть целый кусочек посвященный вот этому самому моменту дальше пишет венера про майкла могу сказать что точно помню как повсюду только и говорили что как он делал все чтобы отбелить свою кожу пил таблетки делал инъекции и там подобное и так далее было даже такое что он боялся заразиться и спал в какой-то там бра камере и ходил с повязкой а если сейчас упоминаю об этом то никто ничего не помнит мне иногда даже как-то не по себе да и спорить не имеет смысла я просто помню а мои друзья знакомые они действительно не помнят этого вот классный комментарий правда содержит много мата но я эти слова попробую заменить шквихарь 3 пишет не было черточки и завиточка и вот этого самого не было я схожу с ума поехал к родителям очень образованные люди просил про манделу мать говорит недавно умер отец на нее смотрит и горит а кто на моих глазах писал доклад на политсобрании про его смерть в тюрьме лет 30 назад и спросил про ельцина и фразу сам отлично помню этот момент мать опять ответила как это в официальной версии причем не задумываясь что просто сказал я ухожу у отца память просто железная до последнего не верил что ельцин только это сказал пока не показал ему видео ну и добил их хрущев с ботинком опять отец помнил отлично хотя это видел в детстве мать же сказала что никогда об этом не слышала она политработники оба теперь смотрю друг на друга как чужие короче триндец андрей ткаченко 3 поведал нам целую историю сейчас я прочитаю я точно помню что такая была фраза попрошу там точно было хорошо подметила место встречи изменить нельзя жеглов обратился к шарапову ну и рожу у тебя шарапов помните да вы ее не найдете теперь ну и видок у тебя шарапов честно говоря читаю и сам шоке я без подготовки первый раз столкнулся с эффектом манделы около шести семи лет тому назад тогда не придал значение этому подумал что я что-то напутал или неправильно понял так как люди отрицали некоторые моменты в которых я был уверен на сто процентов было запланировано мероприятие с моим знакомым когда подошло время к нему к этому мероприятию то оказалось никто из них об этом и не думал то есть все как один не понимали о чем речь мол мы не договаривались и разговоров не было таких я-то помню что мы четко договаривались и обсуждали детали но нет об этом никто не помнил странно подумал я да и ладно а в детстве мы всей семьей ночью возвращались домой с поезда от бабушки вышли с автобуса на остановке возле нашего дома было около 12 часов ночи я поднял голову чтобы посмотреть на звезды люблю смотреть на звезды словно чего-то жду или еще там в общем сразу видел в ночном небе чистом небе длинный светящийся объект напоминающий мне парящий колосок он светился ярким золотым светом летел медленно и уверенно помалу крутясь по своей оси все члены семьи тоже его увидели отец тогда сказал что это типа комета галлея но реально уже сейчас я понимаю что такое комета это было не комета вовсе это был длинный космический корабль похоже по длине на тот который якобы сейчас на луне лежит обнаруженный так вот никто из родственников об этом не помнил только я сколько пытался раз выпытать у них за этот случай они говорят что не был такого а такое забыть очень сложно я буду помнить этот космический корабль до конца дней земных уж точно такое завораживающее зрелище было да и все эти значки нутеллы фразы из фильма помню их не такими как сейчас они есть еще был случай когда в компании знакомых мне людей была одна незнакомая мне девушка решил я представиться но не успел сказать ей свое имя она сама меня назвала первой по имени оказалось что мы уже знакомы она мне рассказала о таких вещах что я не мог понять откуда она обо мне знает столько всего говорила о каком-то прошлом где мы с ней пересекались о свойственных мне чертах моего поведения и вроде бы я что-то так и не сделал что обещал в общем для меня это было странно я ее не знал совсем а она словно лучшая подруга моя себя вела так вот после этого я я больше никогда не видел только один раз один день а после словно ее никогда не было и с друзьями и знакомыми больше никогда ее не встречал словно испарилась странно это на самом деле бессмысленно говорить что ничего не произошло отрицать вот эти самые явления на тех же англоязычных каналах в ю тубе этому явлению посвятили множество времени и много чего-то копали у каждой страны свои какие-то странные отличительные моменты если не считать глобальные такие как географии до расположение материков ледяная шапка северно-ледовитого океана которая куда-то исчезла и тому подобное но мне комментарии приходили и к видео многомировая интерпретация и они не менее интересны чем эффект манделы тем более есть как я считаю прямая связь я еще вернусь к этому самому эффекту манделы вот что один из комментариев пишет red needle владимир видео жутковатое столько сразу разительных перемен жизни у героя повествования я думаю многие кто немного внимательные может по мелочам вспомнить подобное да да именно по мелочам иначе точно ментальное безумство и одиночество у меня только вчера случилось найти в серванте старый кошелек как обычно перед тем как выбросить ненужную вещь думаю дай гляну что там внутри какие-то записочки фото и в одном из многих отделений нашел крупную купюру ну думаю наверное отложил когда-то и забыл ладно подумал лежи кошелек и храни дальше забытое сбережение и вот на следующее утро просыпаюсь а в голове мысль а где это я видел эту купюру в кошельке в каком отсеке нет не могу вспомнить да плевать где главное есть внутри кошелька и . но память на автомате не унималась не могла вспомнить ничего короче достала открывай кошелек пусто напрочь все вытрусил ничего нет никого дома не было взять некому да как так то только вчера вечером сам своими глазами видел при трезвом уме и памяти держал ее родимую в руках и вот отсутствие наличности и это уже третий случай нестыковок за последние 10-12 лет самый первый был самым ярким из всех на балконе окна лоджии фиксировалась специальными крючками чтобы ветер не разбил оконные стекла и тоже однажды из ниоткуда я понял что их нет и не было приехал проверил даже отверстия на крепеже отсутствовали но я же не придумал их себе так что есть такое лет 25 назад я друзьям яростно доказывал свою идею о том что есть сотни инвариантов но я так думаю это иных вариантов до нашего мира где каждый наш поступок определяет куда и в какой вариант мы строимся в следующий момент то есть мы как вода стекающая по желобкам своим собственным сознанием оживляем статическую действительность все варианты оцифрованы и в наличии они ждут только нашего выбора и присутствие на самом деле истории но насчет кометы могу сказать у меня тоже был похожий случай он наверно даже более невероятный это и когда в детстве в центре двора между домами где жил увидел зависший объект похожий на солнце маленькое солнце или такую большую шаровую молнию наверное не стоит объяснять что это событие тоже конечно никто не помнит а она у меня в памяти сильно засела и не сон это был вовсе знаете как маленький заархивированный камер среди огромной кучи папок прошлого прошлых каких-то событий как компьютере где-то там спрятался кто помнит фильм темный город надеюсь его многие смотрели вот когда там людям стирали память и каждый новый день них была новая память с написанным прошлом тоже есть какое-то сходство пусть небольшой но все-таки есть так вот продолжаю на самом деле комментарии в так много интересных что одного видео конечно не хватит и они все прибавляется и прибавляется вот что пишет меня дзигвиневар зачитаю частично потому что самое интересное там в конце могу сказать точно что знак volkswagen был без полосок и про то что у андроида и звездных войн цвет обеих ног был золотой и вот насчет вот этих самых ног кстати я хочу отметить что большинство людей точно помнят что у этого андроида были золотые ноги то есть если в каких-то моментах и событиях мы расходимся там черчика там была здесь ее не было то с идентичным цветом обеих ног у андроида все согласны то есть они были золотые продолжаем зимой 2014 года я живу в киеве как раз в разгар событий на главной площади города накануне в ноябре 2013 года меня уволили с работы я практически всю зиму просидел дома когда я пересматривал звездные войны совсем отчетливо помню прошло то немного времени той же зимой у друга на машине марки volkswagen caddy сняли этот значок ну я так думаю украли да мы также хотели снять его с такой же машины и всегда гуляя просматривали любой удобный момент совершить недобрый помысл не но стоит совет дать нельзя так делать это все равно вернется маленьким таким бумерангом может и большим так что гуляя на улице взгляд был всегда прикован к такому значку отчетливо помню был без полосок так что если что-то там изменилось в реальности так это произошло после зимы 2014 года спасибо за комментарий потому что здесь уже не просто фотографии или рисунок где-то в журнале помню не помню а уже каком-то реальном событии которое наверное сильно закрепилась памяти человек помнит что не было этой полосочки или чертика хотите называйте и еще что хорошо в этом комментарии человек назвал год 2014 год это уже важно 2014 сейчас 2017 всего три года в принципе все сходится как раз эта волна пошла наверное год два назад может даже три года назад потому что как обычно ее подняли первые за рубежом это уже здесь в россии подхватили и начали развивать вообще чтобы понять силу вот этого самого резонанса просто можно пройтись по комментарии под моими видео и наверное под моими это реально круто вот читаю поражаюсь если коротко описать комментарии они звучат так я сто процентов помню черточку или там про майкл джексон или про какую-то полосочку другие утверждают обратное но в принципе все сошлись что что-то изменилось этот говорит такое было другой говорит не было но в другом моменте они соглашаются понимаете почему раньше этого явления никто не замечал может его и не было вовсе и она недавно появилась конечно нам помог интернет но он уже довольно таки давно с нами все таки мне кажется что-то тут ученые наделали делов они конечно эти явления незначительные и не критичные но эффект произошел видимый эффект и как дальше будет неизвестно большой адронный коллайдер как я думаю недооценивать нельзя сами наверное знаете насколько эта штука огромная крутая дорогая мощная и насколько глубоко они затрагивают фундаментальные процессы всей природы нашего сущего нашего существа нашей реальности погружаются в нее вот что сами говорят ученые это не я придумал значительная доля внимания со стороны представителей общественности и сми связано с обсуждением катастроф которые могут произойти в связи с функционированием баг наиболее часто обсуждается опасность возникновения микроскопических черных дыр с последующей цепной реакции захвата окружающей материи также угроза возникновения стропельник гипотетически способных преобразовать стропельки всю материю вселенной например 2012 году на баг был установлен мировой рекорд пиковой светимости для адронных коллайдеров вот тогда они его хорошо видно разогнать но я ни в коей мере не хочу что-то утверждать ибо здесь без профессора и литра водки не разобраться на этом я и закончу конечно следующем видео я эту тему продолжу потому что комментарии и всякие интересные истории постоянно приходят и еще самые интересные не зачитывал я только начал просто честно говоря уже устал с вами был владимир пока если тебе видео понравилось не забудь поставить палец вверх если не подписан подпишись конечно на канал пока и